МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Атомное сердце Севера. К 40-летию Кольской АЭС выпущен цикл документальных фильмов. Нелегко в учении, легко в бою кандалакшские огнеборцы продемонстрировали навыки работы при ликвидации последствий дорожных аварий. Выбор дело непростое. Для выпускников 9-х классов организовали день профориентации. Сегодня на территории пожарной части номер 60 прошли соревнования по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации дорожных аварий. Мастерство, скорость и правильность выполнения заданий демонстрировали сотрудники семи пожарных частей Юго-Кольского полуострова. К каждой команде был предоставлен пострадавший автомобиль. Делу спасения послужил старенький, списанный для утилизации «Жигуленок». Все участники выполняли одинаковые задания. По сигналу судьи приступали к ликвидации последствий дорожной аварии. Первым делом проверяли состояние автомобиля и обесточивали его. Оказывали необходимую первую помощь пострадавшим пассажирам. Специальными защитными лепестками накрывали их, а после убирали стекла в автомобиле. При помощи гидравлического инструмента снимали двери и крышу транспортного средства. Затем извлекали из груды раскореженного металла условных жертв ДТП. В первую очередь оценивается правильность выполнения условий соревнований. То есть это правильность работы с ГАСИ, правильность работы с пострадавшими, порядок работы, ненарушение мер техники безопасности, как для пострадавших, так и для спасателей. В принципе, правильность выполнения упражнений. По сравнению с прошлыми годами ребята стали грамотнее все это делать. Может быть, практика сказывается, что ребята выезжают на ДТП. Поэтому неплохо, в принципе, неплохо. По результатам соревнований третье место заняла команда ПЧ-62 поселка Умба. Серебряными призерами состязания стали работники Кандалакшской ПЧ-60. Первого места удостоились огнеборцы из Кавдора. Теперь им предстоит показать себя на областном этапе. Он пройдет на следующей неделе в Мурманске. 12 марта в Мурманской области стартует киномарафон в рамках ежегодного международного кинофестиваля «Северный характер». В этом году «Северный характер» приурочен к празднованию 70-летия победы в Великой Отечественной войне и годы литературы в России. Кинофестиваль пройдет под девизом «Кино – весна – победа». В течение двух ближайших месяцев в учреждениях культуры нашего региона будут организованы показы лучших фильмов из коллекции кинофестиваля. В Кандалакшу «Северный характер» приедет 4 апреля. Далее в нашей программе коротко о других заметных событиях. Директора одной из скандалакшских коммерческих организаций подозревают в хищении имущества, совершенного с использованием своего служебного положения. По версии следствия, на протяжении длительного времени мужчина за счет компании, которой руководил, выполнял работы по ремонту жилых помещений для сторонних лиц. Придумая макет приглашения на выборы и получи приз, конкурс на самую интересную идею объявила Кандалакшская территориальная избирательная комиссия. Поучаствовать в состязании и разработать свой оригинальный вариант пригласительного могут все желающие в возрасте от 14 лет. Конкурс продлится с 20 марта по 20 мая. Субсидии на оплату коммунальных услуг пользуется каждая пятая семья в Заполярье или около 60 тысяч семей. Такие данные привели в Мурманск, кстати. Среднемесячный размер субсидии составил 2226 рублей. 11 марта – день работников органов наркоконтроля. В календаре событий эта дата появилась в 2008 году по указу президента Российской Федерации. За последние пять лет, в период с 2010 по 2014 год, сотрудниками управления госнаркоконтроля изъяты из незаконного оборота более 281 килограмма наркотических средств. Изменился график приема граждан в отделении Кандалакшского ГИБДД, расположенного по адресу улица Мурманская, дом 50. Теперь поставить на учет или снять с учета транспортное средство горожане смогут по вторникам, четвергам и субботам. Выдача водительских удостоверений будет осуществляться по средам и пятницам. На старт, внимание, марш! И вниз под горку на аргамаках с ветерком. Дух захватывает, но все равно не страшно, ведь за спиной родителей. 7 марта на Масовке прошли соревнования, в которых участвовали и взрослые, и дети. 7 марта семейные экипажи, а на Турбане их еще называют двойки, вышли на старт хорошо подготовленными. Самое главное, как подсчитал кто-то, надо было вовремя подкрепиться. Забегая вперед, скажем, золотое правило Винни-Пуха привело в семью Булгаковых на пьедестал почета. Хорошо, когда за твоей спиной ощущается твердая поддержка в виде папы. С ним никакие горки и повороты не страшны. Да и отцов в этот день распирала гордость. Разве рискнул бы глава семейства Мариновых вот так на глазах у всех оседлать аргамак в одиночку? Все понравилось, да, первый раз участвуем. Благодаря вот этому человеку участвуем. Сложности какие там на трассе? Никаких. Главное, чтобы сын не улетел и все. Соревнования по быстрому спуску на аргамаках уже стали традиционными для Кандалакши и прошли в третий раз. Организаторы из Центра Гармония стараются подгадать их к первенству по лыжным гонкам, которые проводит ТГК-1. В итоге получается большой спортивный праздник. В этом году появилась некая особенность. Среди участников мужчин оказалось намного больше, чем предполагалось. Очень хорошо в этом году откликнулись, потому что 32 участника в младшей группе и более 70 в старшей группе. И что поразило, что очень много пришло родителей пап вместе со своими детьми. Во всех возрастных группах были определены победители. Ими стали все участники, мальчишки и девчонки. Теперь с полным основанием они могут прихвастнуть перед теми, кому не повезло поучаствовать. Вот качусь я с папой по горе крутой. День выбора профессии прошел сегодня на базе сразу двух городских школ, первой и второй. Перед будущими выпускниками девятых классов выступили представители среднеспециальных учебных заведений, расположенных на территории Мурманской области. У меня растут года, скоро мне 15. Кем работать мне тогда, чем заниматься? Этим вопросом наверняка уже задаются будущие выпускники девятых классов. Ребята, конечно, могут пойти в десятый класс, но все-таки для многих хорошим вариантом является учеба в среднеспециальных учебных заведениях. По окончании которых молодые люди получат не только аттестат зрелости, но и востребованную на рынке труда профессию. Мы решили в качестве эксперимента в этом году как раз более конкретизировать аудиторию для того, чтобы максимально дать ребятам представление о тех учебных организациях, которые есть у нас в Мурманской области. В общем-то, в чем была идея? Приблизить, более дать полную информацию об учебном заведении, дать возможность посмотреть, потому что все представители образовательных организаций, они электронную презентацию представляют, они рассказывают об условиях обучения, об условиях поступления, о возможностях получения еще дополнительных каких-то услуг. Сегодня перед девятиклассниками выступили представители четырех колледжей Мурманской области – Кандалакшского, Индустриального, Кавдорского и Апатитского политехнических колледжей, а также Полярнозоринского, Энергетического. Каждое учреждение осуществляет подготовку специалистов по десяткам направлений. И это все новости на сегодня. Наша программа подошла к завершению. После небольшой рекламы смотрите фильм «Атомное сердце Севера», посвященного 40-летию Кольской атомной электростанции. А я с вами на этом прощаюсь. Хорошего вам настроения, всего доброго и до встречи. Пока пчелы спят, пасечники кочуют по стране, чтобы представить плоды своих трудов. В Кандалакшев ДК «Металлург» снова открылась выставка продажи башкирского меда. Многообразие даров самой природы. Букеты всех вкусов собраны именно здесь. Продавцы все расскажут, помогут определиться с выбором, а также бесплатно дадут попробовать этот целебный эликсир жизни. Мед акации, каштана с прополисом и пергой. Всего более 60 сортов. Сейчас, когда на дворе стоит зима, погода не радует постоянством и можно запросто простудиться, мед становится не просто угощением, а продуктом для здоровья. Это лакомство, у которого масса показаний. У каждого сорта свой вкус, свой цвет, свои целебные свойства, показания к применению. Консультанты выставки уверены, здесь даже самый капризный покупатель найдет что-то по душе и для настроения. Лечичный мед, он очень полезен для тех людей, у кого очень низкий гемоглобин. То есть сердечные заболевания, это тоже очень хорошо. При давлении это идет горный мед, дикий мед бурзянской пчелы, боярышник. Это как бы сердечно-сосудистые заболевания и непосредственно аритмия, сердце. Такие заболевания, которые именно связаны по этой линии. Ассортимент наш всегда расширяется. Мы стараемся периодически менять сорта меда, привозить для того, чтобы люди пробовали один, второй, третий. Медом ассортимент ярмарки не заканчивается. Тут можно найти множество полезных предложений. Прополис, перга, пыльца, маточное молочко. По соседству конфитюр – земляничный, черничный, манговый и скизила. Из новинок – конфитюр из черемухи и ассорти из малины, вишни, смородины. А еще зефир, мармелад, пастила ручной работы. Вся продукция имеет высокий уровень качества. Приятно удивят и цены. Патение рубля и кризис, о котором так много говорят, на стоимости продукции не отразились. Акция у нас проходит этот раз при покупке килограмма меда, килограмм в подарок. Цены у нас не поменялись, даже независимо от кризиса. Везде цены поднимаются, да, это все зависит, и топливные сборы, и все. Но мы пока не стараемся держать цены на прежнем уровне, на котором они были. Выставка продажа башкирского меда расположена во дворце культуры «Металлург». Она будет работать с 9 по 18 марта включительно. Посетить ее можно с 10 утра до 7 часов вечера. Продолжение следует...